Добро пожаловать на канал Neolife! Всех приветствую! И сегодня я хочу поговорить о прошедшем глобальном CBDC-челлендже на сингапурском Fintex-фестивале, где была представлена карта Xtapay с ручным управлением, сканером отпечатков пальцев, также небольшим цифровым табло и возможностью оффлайн-платежей. И работает она через модернизированный XRPL. Так, генеральный директор и соучредитель Xtlabs говорит, что наша команда рада участвовать в челлендже CBDC. Xtapay – это результат трехлетней разработки многопрофильной команды мирового класса. Xtapay также поддерживает двухуровневую модель распространения CBDC и представляет собой гибридную систему на основе токенов. Работает вся эта система на модернизированной версии XRP Ledger, созданная для поддержания разрешенных кластеров DLT. Он может взаимодействовать с системой первого уровня CBDC с банковскими и платежными системами через API. Внутренний уровень Ledger позволяет держателям кошельков одного банка проводить операции с кошельками другого банка. Карта Xtapay и мобильные кошельки обеспечивают универсальный доступ для потребителей со смартфоном или даже без него. Пользователи мобильных телефонов могут получить доступ к своим учетным записям через пластиковый QR-код и проверенных биометрических данных человека. Потребитель может расплатиться с продавцом будущие в оффлайн карты Xtapay при помощи динамического сканирования QR-кода для установления безопасного соединения Bluetooth и одобрения платежа. Далее, плательщик и получатель платежа публикуют эти транзакции при подключении к сети. Для автономных оффлайн платежей с карты получатель платежа может сгенерировать запрос на оплату, введя сумму с помощью навигационного управления на карте. Как плательщик, так и получатель должны установить и проверить установочный код на картах, чтобы обеспечить безопасное Bluetooth соединение. Получатель платежа утверждает срок действия платежа, а плательщик подтверждает транзакцию и обе стороны публикуют эти транзакции при подключении к интернету. Также пользователи мобильных кошельков могут расплачиваться друг с другом при помощи простого сканирования QR-кода или удаленно поделившись своими адресами кошельков через SMS или по электронной почте. Xtapay имеет архитектуру первой транзакции вне сети, закрытые ключи и подписанную публичную транзакцию, отправленную к получателю через Bluetooth. Получатель и кошельки плательщика публикуют эти транзакции, когда они в сети. Также есть блокировка двойных трат в автономном режиме и разрешение на ограниченные расходы. И в дополнение к универсальному доступу, Xtapay оплачивает автономные платежи, которые обеспечивают покрытие сети и периодическое отключение сети и нагрузку. Также мы видим, как агент сканирует свой достоверение личности с фотографией, где выполняется распознавание лица в реальном времени, а клиент прикладывает свои отпечатки пальцев на собственной карте для доступа. Восстановление же утерянных кошельков пользователи проводят через процедуру идентификации личности KYC. Еще мы также поддерживаем анонимный режим в системе. Наша цель состоит в том, чтобы обеспечить бесплатные потребительские транзакции и незначительные операционные издержки на основе согласия пользователя через цифровую подпись. Мы работаем над системой на чипе, которая объединяет все необходимые функции, используя методы ASIC с ультранизким потреблением энергии и снижая мощность в 10 раз и стоимость в 2 раза. Наши технологии хакатона основаны на проверенных модулях и подсистемах, которые развернутся на рынке и решают проблемы с первой по шестую. Мы завершили API-интерфейсы для интеграции с банковской платформой Alluvial и Mojo Loop для интеграции банковских и платежных систем. А еще система первого уровня Corda R3 XTP почти готова к пилотному запуску. И мы планируем ее как решение для электронных денег в Омане, Индии и Кении с местными партнерами уже в 2022 году. Как мы видим, карта XTP – это революционная карта с революционными решениями. Будет интересно посмотреть, как она будет работать в реальной жизни. Спасибо за внимание. Я надеюсь, вам понравилось данное видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Всем до новых встреч и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok